Ребята, привет! Как и обещал, сегодня продолжение темы шоссе, дрифт. Понятно, что здесь как бы дрифт мы поставим колеса, попробуем, но в остальном как бы просто хотелось, потому что нашлась тачка, попалась, купил ее, кстати, на авито, очень даже по хорошей цене, попалась просто в классном состоянии, не доставал, не проверял, не знаю. Итак, откроем сейчас это вместе с вами. Сегодня у нас VATERA 2012 кузов Camaro ZL1. Официальный лицензированный кузов. Ну классно, вообще никаких вопросов, нареканий. Полный комплект, то есть полный RTR. Здесь у нас с вами есть и аккумулятор, и зарядка должна быть, короче, все-все-все. Да, пластиковое шасси, да, своеобразно все, но зато вы посмотрите, погоняем, посмотрим, как все это будет смотреться, как будет теститься. У нас с вами есть пар шаг, сравним с ним, потестим оба на коллекторных движках. Ну, это же не беда, правильно? Итак, давайте с вами открывать. Очень тяжело открывается. Я так и не понял, как его правильно открыть. А, вот она. И теперь у нас с вами появляется... А что у нас с вами появляется? Не тачка, да, первая у нас выезжает, а выезжает у нас с вами аппаратура. Аппаратура стандартная в то время. Это, ну, кстати, тачка где-то, наверное, сколько? Года 2-3 назад выходила. Вот даже по аппаратуре видно, что на машинке вообще мало катались. Это Spectrum DX2E. Это у нас двухканальная аппаратура, да? Да. Батареек, батареек немного. Вот. Здесь мне нравится, что вот именно в этой аппаратуре было еще, знаете, вот здесь вот прорезиненный такой. Прям классно. И вот эта аппаратура как-то более-менее держалась. И смотрелось за то, что она вся разукрашенная была. Но колесико пластиковое для каждого по-своему мне, в принципе, удобно эксплуатировать. Ну, вы сами знаете, кому, да, не нравится. Ну, да ладно. Здесь уже каждому свое выбирать, что и как. Так, здесь у нас с вами, да, есть в комплекте идет, ну, мне досталось два аккумулятора. Первый пульсар на 4600 аж. Представляю, 4600. И это всего лишь гидрид. Вот зачем, да? Не знаю. Ну, да ладно. Есть, есть. Это круто. Дальше есть зарядка. Вот такая вот зарядка динамит. Ну, да, все это для гидридных, все перепаянные разъемчики. Все так сделано. Ну, да ладно. О, нашлась еще одна батарейка. Давайте сразу с вами ее поставим. Может быть, так и соберем комплект батареек от Sony. Вы как думаете? Я думаю, что у нас с вами все получится. Здесь у нас с вами, как всегда, пару наборов инструментов. Интересно. Надеюсь, она ездит, да, тут какие-то запчасти. И есть у нас с вами инструкция. Инструкция от Ватеры. Кстати, всегда нравились упаковки ватеровские. Прям классные. Видно, что прям с качеством подходили. Ну, если не ошибаюсь, она в последнее время продавалась 14-15 тысяч рублей. Новая. Ну, цена довольно-таки, я скажу, средненькая, да? Вы как думаете? И вот, как говорил, представляете, комплект. Ребята, вот так вы покупаете ПУшную тачку на Авито. И у вас полный комплект даже батареек. Смотрите, оп, даже аппаратура включилась. Ну, классно же. Да, нет радости. Эла. Нет радости предела. Тут что-то все выпадает. Инструменты. Как вот сюда и зачем запихали тачку, я, честно скажу, не знаю. Как по мне, так она, наверное, должна была все-таки находиться выше, да? И прикреплена. Но ее запихали именно зачем-то вот сюда. Надеюсь, она не сильно у нас с вами поцарапалась. И все будет... Да, ладно. Ребята, это что-то с чем-то. Что-то сразу паршак так перестал мне нравиться. Посмотрите на эту красоту. Я молчу, потому что у меня нет слов. Я просто смотрю, да? У меня не было в Атере ни разу. Выглядит вообще просто обалденно. Ну, давайте, конечно же, сделаем. Я это могу себе позволить сделать. Типа сделать ее немного уже сразу же БУ. Кстати, да, как на новой тачке. Как на новой тачке. Все это произошло. И так, ну просто, а? Просто нет слов. Итак, десятый масштаб. Сразу же есть в комплектации зеркала, которые вот так вот уезжают. Съезжают, складываются, раскладываются. Больше ничего нет. Из копийности ручки наклеены. Ну, спойлер, только сзади есть. Здесь, конечно же, нет ни подготовки под свет. То есть, все вам нужно это делать отдельно. Но сделан он красиво. Сделан он качественно, добротно. Вопросов никаких нет. По косякам вижу только вот спереди небольшой косячок. Но это просто ничего. Тачка уже, я не знаю, сколько и лет. Они уже точно не выпускаются. Кстати, вот так по цветам бьется, как будто заднее крыло украшено. Это шутка, ребят. Просто шутка. Вы тоже-то, наверное, видите, да? И увидели колеса здесь шоссея. И это классно, потому что мне нужно сделать пару тестов заездов. Впереди у нас тест с геликом. Обязательно будет. Подписывайтесь на канал. Посмотрите, увидите. Вот это мягкость и плавность хода. Короче, что-то я расстроен по поводу Поршака своего, который весь дребезжит. Ребят, она реально новая. Смотрите, не обманули. Она новая. Я в шоке. Ну да ладно. Задние стопаки, значок Chevrolet, Camar 2019 год. Обратите внимание, да? Сразу же сдвоенный выхлоп, сразу-то есть в базе. Это круто. Это классно. Очень понравилась мягкость хода. Покатаем, потестим, посмотрим, как все дальше у нас дело с ней пойдет. Давайте стопудок липс придется поменять. Не нравится мне. Это вот так вот все. Прям жестко, аж прям прилипло. А, сзади вон как сделано. Ну классно. Да, ни одной потертости, ни одной трещины, вообще ничего нет. Все безумно хорошо сделано, проработано. Лексан, в принципе, ну, ребят, давайте без принципов. Нормальный Лексан есть похожий, так это скажем. Вопросов никаких нет. Вот кто же так перевозит-то тачку, ребят? Ну, когда продаете, когда отпускаете, вот сразу видно, да? То есть, кто и как относился к модели. Ну, то есть, если вот так вот тачка стоит, это вообще далеко не есть год. Ну, могло хоть что случиться, даже просто, не знаю, мне просто нет слов. А, включаем и пам-парам-парам-пам-пам. Да, это, конечно, немножко грустно даже стало. Давайте сразу же попробуем новый аккумулятор. Заряжался он или нет? Второй аккумулятор пробуем. Ребят, ну, оба аккумулятора родных, к сожалению, не захотели работать, не знаю. Ну, вам честно скажу, когда покупаете БУ, да, вы получаете видео, всё. Ну, я прям вот вместе с вами сейчас взял новый аккумулятор, включил аппаратуру. Ну, то он точно заряжен. И вот сейчас мне прям интересно. Да, ладно. Ура! Ура, ура, ура. Ура. Кстати, вот у спектрума, вы все знаете, да, вот это вот... Теперь... Только через нажатие, да, то есть не просто стоп и поехали, а именно через нажатие всё работает. Ну... Да, по аппаратуре здесь у нас что есть? Триммер руля, триммер газа. То есть ничего такого нет. Включить никаких нет. Я-то, думаю, можно регулировать хотя бы настройки, там, 50-40%. Это этого нет. Кстати, да, скорость, я не думаю, что бешеная. 12 оборотов, 12-ти витковый, даже можно так назвать его мотор, да, то есть родной. Ну, не знаю, попробуем, посмотрим. Как ещё раз говорил, обязательно затестим шоссе, и будет у нас с вами дрифт. Тачка, кстати, амортизаторы очень мягкие, поэтому, если будете где-то катать, я имею в виду, ну, на асфальте, я думаю, что лучше всё, наверное, приподнять, потому что посносите всё, что только возможно, и что нельзя. Ну, и так всё нижнее порасцарапайте. Но главное, что всё работает, это уже хорошо, это уже классно, и не нужно перепаивать переходничок. Итак, давайте к самой шасси, может быть, кто-то планирует как-нибудь в Атеру всё-таки прикупить себе, да, может, даже БУ, может, где-то даже новый найдёт. Полицейский, кстати, новый я ещё видел. Итак, здесь у нас с вами шасси, пластиковая в Атеру, ну, посмотрите, разве-то БУ, ребята, это новая тачка. Здесь у нас есть воздуховоды, назад, то же самое, но вообще красиво всё сделано. Спереди вот такая, так это назовём, как это, уплотнитель, да, чтобы не бить. Сзади ничего нет, проставочки нет. Ну, наверное, можно купить её, может, это доставить. Здесь центральный вал пластиковый, дека, вот эта стоит тоже, она здесь есть, это уже хорошо, она пластиковая. Есть тачки, где этого нет, если не ошибаюсь, нет в киёшах. Вот, по, давайте, ну, в остальном вообще, то есть, как бы, серва, я вот честно скажу, серва 6-килограммовая, которая была на Химоте, и которая сейчас стоит на спринте, спринте, она намного лучше работает, чем эта. Тут серва точно подзаменная, штатная, мне вообще не нравится, как она работает. Конечно же, полная влагозащита, приёмничек здесь, ну, и регулятор оборотов здесь. Куча, миллиард проводов, ну, что, что сделаешь? То есть, да, 12 оборотов мотор, моторчик, ничего не сделаешь. В принципе, здесь всё, всё остальное, то есть, ребят, обратите внимание, то есть, это пластик, это пластик, то есть, всё рулевое здесь полностью пластиковое. Дисочки, дисочки здесь, ну, вот, как вам сказать, диски, внешний вид дисков обалденный. Обалденный, просто, вот, ну, нет слов, мне очень нравится. И давайте покажу самую главную фишку этой шасси. Я не знаю, где-то это сейчас есть, может, конечно, это есть, но в то время, когда это появилось, это тормозные дисочки и суппорта. Конечно, это всё сейчас можно приобрести, всё купить, но в то время это шло в базе. Резина, кстати, немножко покатанная, но ничего страшного. Резина очень мягкая. Резина, кстати, просто ватера, ну, то есть, ничего такого, но она очень мягкая, мне кажется, зацеп обалденный, как рак, как раз, извините, для драг-рейсинга сама то. Итак, два дифференциала, передний и задний. Ну, да, конечно же, ничего не заблокировано, они полностью свободны, для дрифта вообще точно никак. Даже выворот, в принципе, ну, вот, если полностью выворачивать неплохой, но я уверен, что серва это полностью не потащит, поэтому здесь даже не думайте. Напоминаю, что осенью у нас с вами будет новый проект, будем собирать с вами дрифт-тачку. Хотел купить осенью. Ребят, ну, представляете, наш с вами любимый магазинчик предоставил её нам в отличном состоянии. Ну, как называется, предоставил? Да, я просто её нашёл в классном состоянии и решил купить. Короче, всё впереди. Подписывайтесь на канал, кто любит дрифтовые тачки. Будет РВД! Ну, так вот, в остальном, шасси, кстати, очень массивное, весит немало. Но вот это вот, смотрите, то есть... То есть, чуть-чуть, да? Мне кажется, 100% нужно будет поставить проставки. Я так и сделал, амортизаторы здесь залиты. Видно, что силиконовое масло, может быть, даже заливалось, либо оно просто вытекло. Вот, здесь у нас никаких... То есть, только шайбочки ставить, и тогда будет всё good. Посмотрим, покатаем, а там дальше, может быть, вообще новым амортизатором поставим. В остальном, привода здесь пластиковые. Верхние рычаги, нижние рычаги, вот бабочки. Всё это пластиковое. Но вы знаете, да, то есть, то, что пластик неплохой в Атере. Это точно, это я прям 100% уверен в этом. Я об этом читал, об этом знаю. То есть, нужно посмотреть. Никаких пока комментариев рассказывать ничего не буду. Мы с вами потестим, мы с вами посмотрим. Ну, и там уже дальше обязательно разберёмся. Вот, покупкой доволен, рад, классно. Покупателю привет, если ты это видишь. Поэтому подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем, задаем вопросы. Буду рад всем вашим вопросам, которые у вас, надеюсь, появятся. Давайте, давайте оценим, как тачка вам. Слушайте, ребят, я что-то прям катался на траве. Нефигах одних, да, в последнее время. А теперь-то, а? Как у нас с вами-то? Как у нас с вами дело-то, а? Подходит к новому. Совершенно к новому. Ну, красавец, согласитесь. Камара 2012 года. И оно теперь с нами, оно теперь у нас. Следим за ним. Не забываем подписываться на канал. И следить за новыми видео. Ребята, спасибо за внимание. И пока-пока.